Владимир Путин и Дональд Трамп 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 Как отмечается в сообщениях Кремля и Белого дома Президенты России и США по обоим вопросам нашли взаимопонимание Поэтому новость сегодня на первых полосах американских и европейских газет Ольга Аксенич изучила мировую реакцию и расскажет подробности Камер в овальном кабинете нет Кто-то из пресс-службы Белого дома снимает происходящее на мобильное устройство У Дональда Трампа целый телефонный марафон, пять звонков Сначала связывается с японским премьером Только что закончил говорить с Дональдом Трампом Договорились встретиться 10 февраля Мы оба подчеркнули важность американо-японского сотрудничества Дальше беседа с Ангелой Меркель обсуждают конфликт на Украине, Ближнем Востоке О германо-американских отношениях обмениваются общими фразами Больше говорят России После переговоров с канцлером Меркель, они длились 45 минут Трамп сейчас совершает третий из пяти звонков Он говорит с российским президентом Путиным Во время разговоров с Аббе и Меркель, как и потом с Соландом И главой австралийского правительства Тернбулом Рядом с Дональдом Трампом Только его советник по нацбезопасности Другое дело, почти часовая беседа с Владимиром Путиным Ее важность особо подчеркивали в пресс-службе американского президента На этом фото видно Присоединилась целая группа поддержки Вице-президент, начальник аппарата Белого дома И главный политический советник Трампа Можно понять, темы непростые Будущие диалога Москвы и Вашингтона Борьба с так называемым исламским государством Урегулирование конфликтов по всему миру, в том числе в Сирии Сообщается, что лидеры заверили друг друга в расположении к народам двух стран В Белом доме разговор назвали позитивным и, цитата, важным началом для налаживания отношений В том же духе прокомментировали беседу и в Кремле В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп Не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений Но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации Подчеркнуто, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей Путем развития их торгово-экономического компонента Впрочем, самую ожидаемую одновременно экономическую и, конечно, политическую тему Отмену антироссийских санкций Путин и Трамп, вопреки прогнозам аналитиков, так и не обсудили Это официальное заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Но американская пресса почему-то сомневается К слову, на всех ее первых полосах сегодня не указ Трампа о ограничении миграции, вызвавшей массовые протесты А именно разговор американского президента с российским коллегой В Кремле сообщают, что президенты говорили о кризисе на Украине и о восстановлении экономических отношений Имея в виду предположение о готовности Трампа снять санкции с России В пятницу он заявил, что надеется установить фантастические отношения с Путиным Это является предметом озабоченности для спецслужб В сообщениях Белого дома и Кремля не говорится, чтобы в течение почти часового разговора поднималась тема санкций Но за отношениями Трампа с Россией пристально следят в Европейском Союзе Который вместе с Соединенными Штатами решил наказать Москву после аннексии украинского Крыма Не случайно именно из Европы после разговора Путина с Трампом звучат смелые заявления К примеру, премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зейхофер Партнер Ангелы Меркель по правящей коалиции убежден, что антироссийские санкции должны быть сняты Санкции против России должны быть сняты в этом году Россия также должна вернуться в круг G8 Необходимо проводить реальную политику, а не брицать оружием Однако эти высказывания пока не должны никого вводить в заблуждение Сам Дональд Трамп в пятницу заявил, что об отмене антироссийских санкций говорить пока рано А у его беседы с Владимиром Путиным есть другие конкретные итоги, уверены политологи И это пункт в указе американского президента о противодействии запрещенному во многих странах террористическому исламскому государству Согласно документу, Пентагон должен немедленно начать разработку новой всесторонней стратегии по разгрому группировки И в частности искать, цитата, новых партнеров для коалиции Ольга Аксеньевич, Кирилл Парменов, КВЦентр